Это шестая серия видео про схему ЦППК. Смотрите предыдущие серии, чтобы вспомнить, с чего мы начинали. И мы вот дошли до 54-го файла, в котором впервые я пробую горизонтальную версию. То есть вот в 53-м еще была попытка сделать вертикальную. В прошлом видео я рассказывал, почему она в итоге не увенчалась успехом. И я решил, что окей, у меня же много всего не влезает. Попробуем наоборот сверстать это на таком вот горизонтальном портретном плакате. Но перед тем, как начать смотреть отсюда, я еще хотел вам рассказать штуки, на которую я забыл обратить ваше внимание. Это на обозначение метро. Вот если вернуться к самому началу, где я его нарисовал таким вот просто серым контурным, ой, то есть не контурным, а фоновым серым слоем. Вот оно так выглядело. И тут я еще пытался рисовать какие-то вот такие вот псевдо-тени белого цвета от разных линий. Но, то есть, если их не рисовать, то они как-то совсем неприятно сливались местами. Но если рисовать, то где-то получались вот такие какие-то тоже не очень красивые конструкции. Поэтому я долго искал, как там их, может быть, в каких-то местах рисовать, в каких-то нет, чтобы получилось то, что надо. Но, в общем, это все так я до ума и не довел. В какой-то момент у меня начали появляться вот эти вот прожилки с цветом линии. Тут обратите внимание на обозначение самих станций тоже, которые еще были метрошные, вот так совершенно по-метрошному нарисованы. А всякие станции железной дороги другие. Ну и вот к тому времени, как мы дошли до вот этой 54-й версии, уже более-менее устаканилось обозначение метро. То есть, вот эти прожилки стали чуть-чуть еще толще. Они научились разрываться в тех местах, где это мешает чтению основного слоя. И, собственно, вот таким и осталось это обозначение до конца. Если говорить об обозначениях станций, то станции метро, они тут стали чуть-чуть полегче. То есть, размеры этих кружков и вот этих вот коридоров, они стали все чуть-чуть поменьше. Что незаметно, если просто на них смотришь отдельно, но просто они так выглядят чуть-чуть поопрятней. А вот те станции метро, с которых есть переход, пересадка на электричке, они обзавелись такими вот еще встроенными колечками соответствующего цвета. И вот эти переходы между ними тоже подкрасились. То есть, эти станции, они прям зажглись. То есть, видите, вот видно, что вот эта станция, тут есть какая-то связь с железными дорогами. А вот эта станция, она там просто сама по себе обычная станция метро. Ну и на этом этапе тут видно, что где-то сложности. То есть, тут я каким-то пунктиром пытался показать, что на самом деле между ними перехода именно как коридора нет. Надо выйти на улицу. А вот тут переход в метро прям настоящий. Но это слишком шумное изображение. В итоге я от него отказался. Ну и в тех случаях, когда я обозначаю пересадки метро одним кружком, как вот тут Савеловская на трех линиях, я ее рисую черной, а не пытаюсь как-то там соединить цвета этих трех линий в один цвет. Ну тут осталась оранжевая. Хотя через это пройдет большая кольцевая линия, потому что я ее собирался постепенно убрать. Ну в других местах, вот видите, этот принцип соблюдается. Итак, вот 54-й файл. К 55-му файлу, видите, здесь я решил немножко воспользоваться шириной. Отодвинул опять вот этот кусок большого кольца на следующий радиус. И это мне позволило здесь уместить чуть-чуть больше станций. Ну в других местах какие-то мелкие изменения. Вот это главное, что тут произошло. Ну и это как будто бы позволило как-то уместить вот здесь станции до железнодорожной. А она важна, потому что до нее будет идти четвертый диаметр. И хотелось ее убрать вот из этого списка. То есть видите, она была вот здесь в списке, а так она переехала на вот эту линию. Ну и плюс к этому времени я стал думать, что вот эти станции, до которых ходят экспрессы, их хорошо бы показывать на линии безотносительно вообще планов на диаметры. Диаметры, может, еще поменяются 10 раз. А экспрессы, они уже сейчас ходят. И поэтому хорошо бы, чтобы вот эти все станции всякие, они были на линии. А тут вот видите Пушкина в списке. А в Пушкина тоже будет ходить диаметр, если планы совпадут с реальностью. Вот тут какой-то барыбина с экспрессом тоже в списке, хочется его вынести на линию. Ну и конечно вот эта Раменская, куда будет ходить третий диаметр, тоже хочется вынести из списка. Но опять же безотносительно диаметра, просто потому что там есть экспресс. То есть это какая-то была следующая идея. Ну к следующему файлу тут что-то дорисовалось. Потом вот тут как-то все переделалось. Видите, я воспользовался тем, что у меня теперь есть чуть больше ширины. На самом деле ширины есть намного больше, просто я решил ее постепенно осваивать. Ну и вот следующим шагом вот эту штуку я перерисовал. Это позволило уместить вот тут Раменская. И, ну, видите, вот эта штука стала выглядеть некрасиво. Ну в следующем шаге тут появилась куча выносных списков, их просто не было. То есть я не успел еще вот тут, видите, куча каких-то пропущенных станций. Кстати, я тут еще стал экспериментировать с обозначением этих пропущенных станций. Видите, оно было просто вот такими тремя точками, потому что это было просто легко и дешево нарисовать. Но мне стало интересно, как еще можно обозначить. Вот тут я так скукожил линию. Вот, но и сначала они не все были подписаны. То есть просто я потихонечку взял и пошел их подписал. Дальше тут какие-то мелочи меняются. Даже особо... А, ну вот тут можно посмотреть, что-то произошло вот в этой части. То есть, видите, было так. Ой, пардон. Было так, стало так. Простите за ухудшение качества. Это просто единственный способ зазумиться, чтобы при переключении у меня не слетал зум. То есть вот как было на прошлой версии. Тут были вот такие вот выносные тоже линии для подписывания вот этих станций. Видите, тут очень сложный этот кусок, что тут три станции подряд с пересадками, но при этом тут вот так пересекает. Тут еще между ними должен кат пройти. Короче, полный кошмар. И никак вот эти подписи у меня не получалось поставить так, чтобы было ясно, какая куда относится. Поэтому тут были вот эти линеечки. Ну и вот в следующей версии как-то тут все перерисовалось. Вернулась вот эта 15-я линия, которая на несколько файлов пропадала, как вы, возможно, помните. И теперь все вот эти пересадки здесь соединились вот так, и подписи от них встали в более понятных местах. Ну и дальше уже вот оно на какое-то время так зафиксировалось. Ну вот эта вот некрасивая штука меня совсем не порадовала. И я обратно всю вот эту конструкцию схлопнул в исходное положение. Убрал все вот эти обозначения будущих диаметров. То есть мы на эту версию с ЦППК посмотрели. Поняли, что, ну в общем-то, если очень захочется, можно в какую-то такую сторону пойти. Но поскольку когда-то еще эти диаметры будут неизвестны, а схему хочется сделать все-таки хорошую сейчас, то мы это просто отложили как какой-то эксперимент на будущее. Что тут произошло дальше? Это я, конечно, не помню. Ну какие-то там изменения, какие-то там появились номера линий вот тут на конечных. Вот здесь вот что-то перерисовалось. Видите, было так, стало так. То есть вот, ну попробуй разбери каждое изменение, что именно произошло. Ну вот эти станции Яузы-Маленковской переехали направо. Видимо тут место нужно было освободить. Вот эта вся конструкция пересобралась по-другому. Потому что, видимо, так мне тут что-то, в общем, это помогло разрулить. Видите, я сейчас даже сам не помню, как это прокомментировать. Поэтому получается довольно бестолковый рассказ. Ну вот просто стало чуть-чуть получше. Ну, видимо, слово Рижское стало поближе вот сюда. А, ну еще вот это, какое-то тут было такое обозначение маленьким кружочком. В каких-то местах уже было обозначение большим кружочком. Видимо, я их просто стал тоже приводить к единому виду. А, ну вот дальше, видите, вот эта верхняя часть тут уходила далеко вверх. Я ее попытался чуть-чуть сплющить. И смысл этого в том, чтобы раз теперь у меня широкий формат, чуть-чуть сэкономить высоту. И, видите, это позволяет всю схему чуть-чуть вот так увеличить. Ну, дальше тут какие-то мелкие изменения. Что-то куда-то переехали какие-то подписи. Где-то какой-то порядок навелся. А, ну вот тут железнодорожная, вот эта, она была вот так сокращена. Мне сказали, что не надо бы ее сокращать. Я тут ее пока написал целиком, хотя она никуда не влезает. Ну и, кстати, уже к этому времени шрифт-то стал ПТ-РУТ. В какой-то момент я этого сейчас не отметил. Но вот он как-то появился и с тех пор тут живет. Ну и вот в следующей версии, видите, этот списочек переверстался. То есть вот тут железнодорожная была такая, и я его переверстал, чтобы она хоть с переносом, но влезала, и было ясно, к чему относится экспресс. Почему-то тут еще что-то вокруг поменялось. Ну, так бывает. Где-то еще что-то там куда-то сдвинулось. Тут вот эти станции, видите, были на выносном списке. И я придумал, что если вот эту кубинку перенести сюда, то они тут влезут на саму линию. И, соответственно, знак экспресса встанет вот так вот возле звенигорода и будет все опрятней. А, ну вот еще важное изменение. В какой-то момент вот этот вот кусок желтой линии горьковского направления, которая шла вот так по 22,5 градуса, он сломался и сделался вот таким. И это нужно было, потому что я увидел, что если сделать так, то железнодорожную получится сюда уместить. Смотрите, как это происходит. То есть вот это все просто вот так сломалось. На все вот эти станции это не повлияло. Но теперь тут чудом вдруг появилось достаточно много места, чтобы вот эти станции написать вот здесь. И видите, железнодорожная хоп и встала на линию. Это была такая большая удача. Хотя в этот момент еще казалось, что запихать сюда три станции нереально. Вот умение увидеть какие-то такие изменения очень важно в дизайне схем. Ну опять какие-то мелочи. А, ну тут вот нарисовалась бутовская линия. Видите, ее долгое время не было. В какой-то момент я сел, нарисовал, чтобы она все-таки проходила, где ей положено. Это я не знаю, что... А, вот эти какие-то фиолетовые штуки. Это тут я стал себе писать некие замечания, которые, видимо, уже возникали с обсуждения, или какие-то свои собственные мысли, которые некогда пока реализовать. Но просто, чтобы не забыть. Я прямо их писал отдельным слоем поверх всего, и можно было этот слой в любой момент себе включить и посмотреть, что же я там еще хотел сделать. Тут какая-то перекомпоновка. Тут что-то куда-то сдвинулось чуть-чуть. А, ну вот, это, видимо, барыбина. Видите, было в списке. Как уместить? Непонятно, что до него еще 4 станции нужно перед ним поставить. И как-то не влезает. Но вот, оказывается, можно вот это оставить в списке, а барыбина все-таки поставить вот так. И тогда его на этой линии видно. Это позволяет тоже его убрать на линию. Это вот все в рамках федеральной целевой программы «Экспрессы на линию». Дальше, вот, рижское направление снова поменяло свет на голубой. Тут вот почему-то отъехала вот эта вот Арбатско-Покровская линия чуть-чуть. Видите, ну, что-то тут, видимо, это мне дало какой-то свободы. Ну, тут много чего подвинулось в списках. Я пытался наводить какой-то в них порядок. То есть они сейчас все стоят довольно хаотично, а мне хотелось, чтобы они смотрелись поаккуратней. Ну, и вот, видите, тут я их выровнял все поверху. Вот эти списки тоже встали там по общему верху. Ну, может быть, где-то что-то еще такое поменялось малозаметное. Тут я вообще не понял, что... А, тут вот вокзалы стали жирными. Видите, были такими, а теперь стали жирными. Ну, небольшое изменение, но оно в итоге сохранилось. Кажется. Тут я еще их попробовал сделать красными. Но самое важное в этом шаге, конечно же, происходит вот здесь. Я в одном из предыдущих видосов рассказывал о том, что я с самого начала мечтал вот эту вот серую линию, направляющуюся вверх, поставить по вот этой вот оси, которая тут сформировалась из курского направления, вот этой вот серой линии метро, и вот тут вот салатовой линии метро. Хотелось, чтобы вот это шло тоже вверх. И вот на этом шаге... Я там в какой-то момент чуть-чуть подвинул, это мало спасло, но на этом шаге я взял и сделал вот такое вот решительное движение. Видите, прям взял вот это все сюда, оторвал. Решил, что надо просто оторвать. Тут вот эта линия непонятно как порвалась, тут разорвалось вот это, но просто надо было это сделать, а потом пойти чинить все, что сломалось. Ну и вот следующим шагом я тут просто склеил таким вот перешейком. Вот этот остаток просто сюда тоже передвинул. Тут по-другому наклонились вот эти две линии метро. И в общем в итоге как-то худо-бедно здесь вот это встало. Конечно, эта пересадка тут сейчас сложная, тут тоже не очень все хорошо читается пока, но в целом получилось. И если опять сейчас посмотреть издалека, появилась такая вот приятная вертикальная ось, за которую я боролся долгое время. Ну точнее я за нее не то, что долгое время боролся, но давно ее хотел. Еще тут есть вот такой вот хак на вот этой синей линии. Видите, здесь вот этот изгиб, он нарисован по каким-то общим принципам скругления вот этих углов, которые везде есть. Но при этом здесь вот нужно очень много станций вместить, в том числе вот тут у Пушкина хочется поставить на линию. А тут довольно свободное какое-то место, а тут мало места. И я придумал, что можно в этом месте вот этот изгиб сделать больше, вот так. И это единственное исключение на схеме, где такой вот изгиб. Но это практически незаметно, потому что этот изгиб вливается в такую вот круглую конструкцию, и как бы ему довольно естественно быть таким большим. А то, что я его сделал, позволило начать этот поворот чуть-чуть раньше, и сюда вместить довольно много станций. И, к счастью, Пушкина наконец-то встала на линию, как давно и хотелось. Ну, тут какая-то куча мелких изменений, которые даже лень проверять. Тут вот что-то какое-то время вокзалы были красными, но перестали быть красными. Что-то еще. А, ну вот видите, например, Киевский вокзал. Вот так вот. Ну, тут плохо. Вот так вот стоял, и тут был такой вот неприятный какой-то пунктирный перешей, я его перерисовал и поставил вот так вот внутрь, и тут все со всем соединил. Получился такой вот прикольный руль, и, ну, типа, было-стало. Ну, вот тут что-то переорганизовалось. А, ну вот станция Шатура была в списке, и вот тут как-то перерисовалось так, чтобы переехать на линию, потому что у нее экспресс. Видите, тут висит какая-то подпись. Некрасиво. Что-то мне тут не нравилось. Тут вот такая вот просто к названию станции отдых, я прям текстом написал, аэропорт Жуковский, потому что некогда пока его рисовать, но надо не забыть, поэтому просто текстом это решается. Дальше вот что произошло. Вся схема сдвинулась правее. Я решил, что раз у меня тут теперь появилась такая вот явная ось, то надо просто эту ось провести ровно посередине формата. Хотя это не так просто сделать, потому что я вам напомню, это почти незаметно, но все-таки вот эта вся часть проходит на один шаг радиуса дальше от центра, чем вот эта. То есть если просто померить, то вот эта часть, она вот такой ширины, а с этой стороны, видите, еще сколько ширины остается. Поэтому, когда ты ее ставишь по центру, на самом деле вся схема сдвигается чуть-чуть правее. Ну и это, конечно, если один раз увидеть, то потом уже развидеть невозможно. Поэтому надо будет подумать, чем компенсировать. Тут уже какая-то слева стала легенда образовываться к этому времени, логотип, еще что-то, но в целом пока это немножко перекособочно смотрится. Ну, про саму легенду тут особо вроде говорить нечего, но легенда и легенда. То есть она пока уродская, я просто в нее закидывал, чего в ней там должно появиться. Вот в следующем шаге, видите, я попытался избавиться от этого лишнего изгиба курского направления и просто направить его вот сюда. Тем более, что тут, видите, очень-очень все плотно и всему тесно, а здесь дырка. Я думал, что вот если вот так направить, то можно будет сделать тут более равномерно. Но это, к сожалению, особо тут проблемы не решает, никакой красоты не создает, но ломает вот эту вот приятную вертикаль, которую я очень хотел сохранить. Поэтому к следующему шагу я вернул это обратно, как было, и больше уже эту часть не менял. Ну и вот тут, видимо, мне удалось еще чуть-чуть всю схему увеличить за счет того, что тут снизу оставалось какое-то место. Ну ладно, дальше продолжим в следующем видео. На этом я вас всех целую, обнимаю традиционно, желаю приятных вообще всех дел. И не забывайте, пожалуйста, читать мою книжку о дизайне транспортных схем, ставить лайки, колокольчики, писать в комментариях вопросы, которые у вас возникли, и скидать ссылку на это видео вообще всем, кого вы знаете, потому что тогда ваша карма будет намного лучше. Или что там происходит с кармой. Короче, пока! Субтитры создавал DimaTorzok